И глубочайший смысл этого закона для человека я вижу в воскресении Христа, залоги нашего воскресения. Для того, чтобы осознать своё место во Вселенной, своё Бог и Сыновство, нужно именно прежде умереть в Тебесном, а потом воскреснуть в Духовном, понять, что Христос есть воскресение и жизнь, что в Думе Отца Его обители не могут. Как воскресение, прообраз нашего воскресения, нашей неумирающей жизни. Потом этот человек стал священником. И вот пишет. Зрелость. Я священствую второй десяток лет. Двадцать лет уже. Кто знает, во сколько рукополагают священники? Кто-нибудь знает из детей? В тридцать лет. В двадцать лет он священствует, ему где-то лет пятьдесят. Я священствую второй десяток лет. И всё больше убеждаюсь, что каждый священник должен по необходимости быть философом. Ибо ему чаще всех приходится сталкиваться со смертью во всех её проявлениях. А через смерть и познаётся и жизнь, и смысл её. Вот здесь-то мне и обязательно нужен факт воскресения Христа, утверждающий меня в последующем воскресении для новой жизни всего человечества. Там, где будет Бог всяческая во всех. Сейчас, знаете, будет скоро праздник. Вся страна будет праздновать такой праздник. Праздник называется он 9 мая, знаете, какой в России праздновался праздник? Победы. Да, есть песня очень знаменитая, называется «День Победы». Но она о какой победе имеется в виду в этой песне? О победе над фашистами, да? Подержал победу Советский Союз, победил. И такая очень знаменитая песня. Вот Айнат Тихонович переделал и на эту мелодию сочинил вот такие слова. Это его авторство о победе над грехом. Что нашу победу нам принес кто? Нам победу кто принес? Христос принес. И в этой песне так и поется, что разгромив врага, воскрес Христос. Что здесь такие слова? Не ангелы нам принесли победу, а кто? Иисус принес эту победу, разгромив врага, воскрес Христос. Вот эти слова я вам раздам. Мелодию вы все знаете, да? Все знаете же мелодию? Вот я первый куплет вам сплю. День Победы. Людям мира не вдомек. Лев Иудина коленом в гроб возлег. День Победы. Не народы всей земли. И не ангелы его нам принесли. Это День Победы. Иисус принес, разгромив врага, воскрес Христос. Прям к Пасхе песня, да? И младенец до припева, чтоб возрос. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воистину воскрес. После службы я сейчас вам не буду давать, вы сейчас молиться идете. После службы все подойдете, я всем распечатываю. На каждую семью. А где Гликерий? А, там. Понятно. Хорошо? Ну, эта песня, она как песня проповедь. Выучить ее надо будет. И потом мы ее споем. Понятно? Так, мы с вами проходили историю Библии. Кто помнит, где мы остановились? Мы с вами прошли, что сначала не было письменной Библии, да? Сначала ее, это была устная традиция, многократным повторением. Взрослых повторяли детям, дети росли, повторяли, повторяли. И всегда рассказывали, и все помнили свою историю еврейский народ. Затем стали записывать. Появились буквы, письменность. И вот мы с вами смотрели, да? Вот я вам принесла, сейчас не взяла, папирус. У меня есть кусочек папируса. Мне родственники привезли. Как выглядит, прям настоящий папирус. Его вот как по тем технологиям, как раньше делали, вот, из этого растения. Также вот его раскатывали в одном положении, в другом. Вот здесь вот видите, как нарисовано? Вот так, потом поперек. Раскатывали. Получались такие достаточно тонкие лески. Все-таки глиняные таблицы, представляете, там написали текст. И это будет целый склад табличек, неподъемный, тяжелый, целое помещение. А все шли к тому, чтобы мало места занимало. Тогда вот первые письмена делали и картинки на папирусах. Сохранились, наверное, как-то данные, как его изготавливали. Сейчас его также готовят, для туристов продают. Вот мне подарок привезли. Вот эта маленькая закладочка, и будет видно, прям, переплетение вот этих волокон. А на нем уже наносят либо рисунок, либо тексты. Вот. Так, вот это мы с вами тоже разобрали, да? Как первую делали бумагу. И первые книги они выглядели, как такие два рулончика, да? Из одного перекатывали на другой и читали тексты. Но если кто захочет вернуться в начало, вот здесь мы в этой книге как... Ой, что там в начале было? Мы раз сразу открыли и посмотрели, и вернулись там, где читаем. То тут не было такого возможности. Нужно было всю книгу перемотать, чтобы найти нужное место, которое, например, хотели процитировать. Очень было сложно, поэтому постепенно, постепенно... Вот еще раз такая же картинка. Тоже вот с этими, такими, вот похожи на сейчас скалочки, да? Такие скалки, вот такие вот на них наматывали. И так книгу перематывали. Вот, а свитки, чтобы они хранились, смотрите, вот такие делали кувшины. Бумага, она же может истлеть, ее там мыши могут погрызть, там еще кто-нибудь, вода попасть. И вот такие делали глиняные кувшины. И в них туда внутрь помещали эти свитки, чтобы они хранились. И таким образом сохранились так называемые кумранские свитки, которые хранились много сотен лет, и их потом нашли. И вот в таких кувшинах, представляете, там какая сохранность была? От влаги, от пыли, от всяких паразитов, от мышей. От всего сохранялась вот эти бумажные свитки. Так. Вот, мы с вами дошли вот здесь, где уже более похоже на современную книгу. В монастыре Святой Екатерины на Исинае было найдено вот такое, листы Синайского кодекса. Уже это больше похоже на современную книгу. Она хранится в каком-то там музее, мы читали с вами, да? И она есть, это источник, откуда можно взять более ранние записи Библии. И если сейчас существует много различных переводов, их можно сравнить с ранними. Их можно сравнить с ранними и найти ошибки. Допустили ли более поздние переводчики отклонения какие-то? Я хотел спросить, если можно, коротко скажи, что случилось с калерией, как это было и как вы выходите из этого? По спине? Да, как случилось это повреждение и как лечиться чем? Это другим примером, чтобы был. Могли это обойти или нет? Да, мы прыгали на батуте. Падут это что, свой или государственный? Нет, это не государственный, но это платный батут, где натянута плотно ткань. И на нем прыгают дети. В школе подарили им оборудование. Там что, пружины какие-то? Нет, такая ткань натяжная. А, растягивающая. Да, и вот они прыгают, но когда спортсмены прыгают, они делают сальто в воздухе, а простых детей тоже допускают. Но я считаю, что это неправильно, без подготовки они начинают, что попало там прыгать, как попало. И никак наказать эту организацию невозможно. Очень много травм, очень много. Просто в больнице, где лежат... Ну а вы уже видели это, почему вы это подошли? Мы не знали, его недавно открыли. Его недавно открыли, мы не сталкивались. Я столкнулась с потерпевшими только когда мы сами оказались. У нас весь класс пошел, никто ничего не повредил. Подарили в школе эти абонементы, купили их, конечно, за родительский счет. И весь класс пошел, ну вот она вот так неудачно как-то прыгнула. Меня рядом не было, я не видела, как именно она приземлилась, что у нее возникли резкие боли, задержка дыхания. И вот на... Ей сколько лет? При обследовании ей будет 11 скоро. Ну-ка, подойди поближе сюда, вот потихоньку. Потихонечку. Сидеть ей сейчас нельзя. Так, и врачи-то сделали снимки, да? Делали снимки. И что сказали? Перелом пятого грудного позвонка. И они что, на нее корсет наложили? Сначала лежать нужно было, долго лежали. Вообще нельзя было ни ходить, ни сидеть, ничего. Только лежали. И однако она приходит здесь, постоит маленько и отдыхает, да? Да, а сейчас разрешили ходить, и мы тогда стали сюда приезжать. Мы не приезжали в храм, а когда разрешили ходить в корсете, тогда мы стали приезжать. Ей можно только стоять, либо... Такая девочка спокойная. А вот я был в Америке, и там получилось так, хозяева ушли на работу, а калитку не заперли. А у них был водоем, они его просушивали. И девочка зашла одна, и она не поняла, что воды-то нет. Лет пять, что ли, и она туда упала и что-то сломала. И сломала серьезно. Суд вынес решение до 18 лет ее кормить и платить. Что-то такое строгое-строгое. Ну, это за границей, а у нас вот... Вы на них не подали, ничего? Там дело в том, что в больнице, мне сами там врачи говорили, что писали какую-то петицию в администрацию о закрытии этого центра, потому что очень много переломов, вывихов, сотрясений, всего чего угодно. Потому что дети не спортсмены, не подготовленные туда идут. И что буквально за сотни пострадавших... Вот он работает буквально 2-3 месяца, и сотни пострадавших в больнице лежат даже в коридоре детской травмы. Ужас какой-то. И сказали, что их закрыть очень сложно, потому что они берут со всех, кто приходит, подписки о том, что они обо всем предупреждены. Ну, а вам никак они не могли компенсировать что-то там? Нет, там бесполезно. Еще нет. Там бесполезно их даже не закрыть, не привлечь. Тот, кто покупал эти абонементы, родитель, он все подписал, все бумаги, что предупреждены о всевозможных последствиях. Поэтому к ним прикопаться нельзя, я даже туда не ходила больше, не хочу. Ну, вы каждый раз, дети, это тоже смотрите. Мы вот, я начальник был детского лагеря, ходили на березы особые лазить. Детям нравится, они как обезьянки. Вы лазили там, были? Были? Лазили по деревьям? Это для меня большая была опасность, но и по-другому, говорит, под зеленым сукном держать не будешь ребенка. Береза, сучки проверены, сухих не было, подсказываешь, стоишь. И ни один, ни два раза, 45 лет. И Бог миловал, ни один не упал. А это, представь, упасть оттуда, лететь по сучкам, удариться, это же... Ну, и никак нельзя, и купаться так же. Никто не утонул ни разу, ни разу никто не захлебнулся. Почему мы молимся? Вы знаете, когда идем купаться, сразу три поклона в лагере. Пришли на пирсе три поклона, старшие, и каждый говорит, благослови. И Господь нас хранил. Ладно. Так, дальше пойдем, да? Так, как дошла Библия до нас? В древности писцы использовали... Писцы, то есть те, кто писали, пользовались большим, большим уважением. Потому что очень часто те, которые переписывали Библию, они являлись еще и единственными, кто мог вообще ее и читать, и писать, и пересказать. То есть это самые грамотные люди. Ну, вот здесь вот показан такой, как будто еврейский. Или это уже монахи в позднее время. То есть сидят, переписывают. Смотрите, вот они сидят, пишут. Это люди, которые были очень ответственны. Они должны были быть очень верующие, правильный образ жизни, которым доверялось переписывать Библию. И до такой степени к ним ответственно подходили, что они должны были совершать специальные молитвы. Молиться перед тем, как писать. Для чего они молились? Вот как вы думаете, Леонида? Для чего они должны были молиться и так строго подходили к этому? Ну, наверное, чтобы, когда пишешь, не ошибиться. Ошибиться. Правильно, чтобы не совершить ошибку. Потому что Библия – это слово Божие. Чтобы вот ни одного слова неправильно не написать, нигде никакой ошибки по марке не совершить. Тогда же не было корректоров, как сейчас раз замазал или на компьютере неправильно набрал. Два раза, например, утомился. Два раза одну строчку стер. Когда заново раз принтер распечатал, тогда этого не было. Представляете, тогда надо всю страницу переписывать из-за этой кляксы или из-за этой ошибки. Это было очень ответственно. Они молились. И даже было такое, что имя Бога они оставляли пропущенное. И потом должен был приходить другой писец и списывать слова имя Бога другими, более чистыми, отдельными чернилами. Вы представляете, какое благоговение было к Библии, к Слову Божию. А книга – это было просто состояние, просто несравнимое ни с чем. Это была такая дороговизна, понимаете, в те времена. Это сейчас книги тоже недешево стоят, да, издать, корочки, тут все печать, золотыми буквами. А тогда, представляете, было такое, что пищик, который занимался переписыванием, он мог потратить на это годы. И вот, чтобы не совершить ошибку и писать очень медленно, красиво, четко. Это был большой-большой-большой труд ответственный. И не всех допускали до этого труда. Вот так относились, так и нужно относиться. Там уже поют? Пойдемте. Не забудьте слова. Раньше переписать Библию стоило труд, 20 лет рабочему простому трудиться она была. Вот как это все дорого, чтобы ценили. И когда был пожар, чтобы в первую очередь спасали Библию. Вот калерия. Молимся о ней, чтобы Господь ее сохранил. Молимся о ней, чтобы Господь ее сохранил. Благодаря. 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 И вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови, душевная Господа, и не забывай всех воздая Него, очищающего вся беззаконие Твоя, Исцеляющегося недруги Твоя, избавляющего от истыния живот Твой, кренчающего тем милостивящий дротами, Исполняющего благих желания Твое, обновиться Твоя, юность Твоя, творяй. Щедрый милостив Господь, весь судьбу всем обидимым, сказав, Будьте своя, Моисею, обид, святого мы знаем, хотенья своя. Щедрый милостив Господь, долго терпеливо, много милости не до конца прогневается, Нежели прождует, не по беззакониям нашим сотворились нам, Нежели по грехам нашим воздаллись нам, Я, как по высоте небес, нет земли, Утвердилась Господь, милость свою, напорящийся Его, Нели прождует, простовцы от запад, Утвердилась от нас беззакония наша, Я, Боже, щедрый отец, сыны, Ущедрый Господь, боящийся Его, Я, когда поздно создание наше, Повинная, как без сей сны, Человек, я, как трава Него, Я, как светильник, как у отцветет, Я, как дух по древнему не будет, И не познает тому место своего, Милость же Господня от века и до века, На боящихся Его, И в правдой Его на сыне, Сынов, хранящих завет Его, И помнящих заповедей, утворите Я, Господь, на небесе уготова престол свой, И царство и усилия обладаем. Благословите, Господа, все ангелы Его, Сильные крепости, творящие Слово Его, Услышите, Госславец Его, Благословите, Господа, все силы Его, Слуги Его, творящие волю Его, Благословите, Господа, все дела Его, На всяком месте владычества Его, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Имени приспоима веки вековами, Благослови, Душа моя, Господа, Ирица внутренняя моя, Имя Святое Его, Благослови, Неси, Господи. Благослови, 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 Господу помолимся, Господи помилуй, Благослови, Боже, Твоей благодатью, Господи помилуй, Благослови, Слава Отцу и Сына, Благослови, Сына Богородица, Престань, Духу, Марию, Со всеми святыми поменувши, Сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Благослови, Господи, Благослови, Сына Богородица, Силы и Слава Отца, И Сына и Святого Духа, Неприста и вовеки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну, Христу Богу, Духу хвали, Душевая Господа, Господу, Господу, Животи мое, Болю Богу, Моему, Дон, Дежи, Есть, Не надей, Если на князе, На сыны человеческие, У них же не спасение, И зыне Дух Его и возвратится в землю свою, В той день погибнутся помышления Его, Блажен Ему же Бог, Реколь помощник Его, Упование Его на Господа Бога своего, Сотворчего неба и землю, Борюсь я же в них, Хранящего истину век, Творящего суд обидимый, Дающего пищу галчущий, Господь решит окованное, Господь умудряет сердцы, Господь возводит незверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, Сырое даву приемет, И будь грешным погубит, Вот царица Господь вовек, Бог твой силу не в род и род, И ныне и пристои во веки веков, Аминь, Единородный Сын и Слави Божьем, Бессмертенцы, Изволенный спасение нашего ради, Воплотитесь, святые Богородицы, И пристои Девы Мои, Непреложного человечуайся, Раскнись, я же Кристе Божий, Смертью и смерть поправый, Единцы, святые Троицы, Спрославляемый Отцу и Святому Духу, Спаси нас, спаси нас. Господи помилуй, Боже, Твоей благодать и его, Господи помилуй, Боже, Господи, Господи, Славь и Божьи, Сунашу Богородицу, Суни и Сиву Марию, Со всеми святыми помянувши, Сами себе, Друг друга и живот наше, Иси Богу предадим, Зимен Господи, Яко благо человека любит Бог, Иси Тебе саму, Ссылай в Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне приистое во Ветху, Аминь, Аминь, Отцовствие Твое, Помяни нас, Господи, Недопридивши в Отцовствие Твое, Блажене нищие духом, Яко тех и старства небесное, Блажене нищие духи, Якоти утешатся, Блажене грунтцы, Якоти наследят землю, Блажене волчущие жаждущие травы, Якоти насытятся, Блаженней милостивей, Якоти помилований будут, Блаженней чистей сердцем, Якоти Бога утрят, Блаженней миротворцы, Якоти сынами Божий нарекутся, Блаженней знанней правды ради, Якоти христа столь небесное, Блаженней стиль, да поносят вам, И жену терекутся, Дзо глагол, но вылжущими не ради, Радуйтесь и веселитесь, Яком сда ваше много на небесе, Простите, поклонимся и преподем ко Христу, Спаси, Верси, Сыне Божий, Воскресе, Песня. 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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Радовайтесь мироносицам, повелелись! Плачь праматери Евы, утолилась и воскресеньем Твоим, Христе Божие, апостолом же Твоим проповедать и повелелись, спас воскресенье от гроба! И ныне пресной водыки вековами, очни и воград, смешаем себе смертный, но от того разрушайся силу, ты воскресенье, как победитель Христе Божий! Жена мироносицам, вещам и радуйтесь, и Твоим апостолам я даруяй, отшим подуяй воскресенье! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне пресной и вовеки веков! Аминь! Святый Боже, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне пресной и вовеки вековами! Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Бессмертный, помилуй нас! И благослови достояние, достояние Твое. И благослови достояние Твое. И благослови достояние Твое. И Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили предапостолами, и сии помолившись возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились. Верим и Духове Твоему. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Благоволилась и Господи землю Твою, возвратилась и плен Яковль. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Милость и истина, Сристошься, правды и мир, облабы, застайся. Аллилуйя, Аллилуйя. Прямую мудрость, просим, услышим, святаго Евангелия. Мир всем. И Духове Твоему. От Марка, святаго Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вон, мил. Пришел Иосиф из Армяфея, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствие Божие. Осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницей и положил его во гробе, который был высечен в скале. И привалил камень к двери гроба. Мария же, Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Акова и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Весьма рано в первый день недели приходит ко гробу при восходе солнца. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи помилуй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова